21 год, я преподаватель Польского педагогического колледжа имени Федора Ивановича Панферова, на базе которого и реализуется проект 4D-музей «Поболжские наигрыши», включающий в себя эффекты «Смотрим», «Слышим», «Створим», «Осизаем». Данный проект очень уникальный, настоящий релиз возрождения национальных традиций, потому что огромные пласты народного творчества закрыты при современной популяризации поп-культуры. Наш музей разработан в современном формате, как я сказала, уже работает. Целью проекта является возрождение и распространение русских национальных традиций среди молодежи. Мы хотим, чтобы традиции русского народа, его обычаи были модны, и вообще русский стиль немножко поднимать и возобновлять, чтобы было модно именно среди молодежи. Задача проекта — воспитание у посетителей интереса к русскому народу творчества, также развитие духовной культуры и личности. На протяжении длительного времени мы реализуем инновационные технологии музея, педагогики и также обучаем студентов колледжа методики организации деятельности. В ходе реализации проекта к нами подготовлены экскурсии, которые включают в себя четыре этапа. Первый — это экскурсия по 4D-музее. Именно на этой экскурсии мы смотрим и знакомимся с особенностями глиняных игрушек разных регионов нашей страны. Обратите внимание, вот здесь представлена часть коллекции нашей. Это дымковская игрушка, вятка, самая знаменитая дымковская игрушка. Ее особенности — круглые формы, яркие цвета, очень интересные и своеобразные. У каждой игрушки, конечно, есть свои особенности. Далее — филимоновская игрушка. Хорактерная особенность — немножко вытянутые формы и роспись полосками, очень яркими. Особенно красный, желтый, зеленый цвет актуальный. Калининская игрушка. Это своеобразная такая игрушка, тоже свои особенности имеет. На ней, как вы видите, налепо. Кстати, очень опасная игрушка, потому что часто эти налепо просто отваливаются при транспортировке, при перевозе. Не очень известная, кстати, но мы ее тоже немножко прославляем. Игрушка Кошкинская. Она делается из уникальной голубой глины, которая при высыхании дает белый цвет. Но мы, конечно, из нашей салатской глины ее делаем не просто забеливая. Но у нас нет возможности посещать другие области нашей страны. Вот это очень... Пока нет. Да, пока нет. Вот это есть. Картоповская игрушка. Игрушка с очень интересными формами. То есть лошадь с двумя головами. Очень интересно. Мужик был лошадь вместе. Мы, в общем, такие необычные игрушки в жизни не увидим, да? Калинь, Абашевская игрушка. Это игрушка пензенской области, которая отличается металлическими красками золотистыми, либо серебристыми. И также некоторые цвета. Черные и красные в основном. Вот это игрушка из пензы. И, конечно же, особую роль в нашей коллекции занимают игрушки с Аратовской области. Они имеют тоже свои особенности. Игрушка с виду серая, не яркая, да? Но она имеет своей особенностью ярчатый декор. В общем, ее украшают и ямочки, которые впоследствии заливаются красками. Это у нас баба с калачами традиционная игрушка. И также есть еще свистульки. Мы сейчас изготавливаем для дальнейшей экскурсии по музею. Я сейчас тоже захожу. Свистульки. Тоже саратовская игрушка с ямками и расписанная. У нас проходят и мастер-классы по созданию свистульок по росписи. Вот сейчас нам продемонстрируют. Так, так, так. Есть у нас игрушки, в которые нужно потренироваться сначала. В какие-то немножко. Нужно быть в какие-то, нужно очень сильно, чтобы звук был интересен. Перед построением мы, конечно же, все пробуем. Потому что эти свистки сами мы создаем тоже сами. Вот там нет никаких дополнительных приспособлений. Просто это глина. Смотрите, как тоже здесь. Вот, значит, здесь вот у нас представлены свистульки тоже и Димховская, и Саратовская, Кальминская. Далее, следующая часть нашей экскурсии. Выступление народного ансамбля «Лыжкарей» с абабушками, которых мы включим на ложках. Показываем, знакомим посетителей музея с особенностями русских народных инструментов музыкальных. И также показываем и концертную программу. Кстати, в ходе которой и реализуем свои игрушки. Свистульки у нас участвуют в музыкальном номере. Следующий этап посещения музея – это создание участниками своей собственной глиняной игрушки. Или иногда бывает, что роспись глиняной игрушки. Потому что создание ее не очень быстро. Создавать ее как минимум около часа нужно. Поэтому иногда мы создаем, если категория позволяет это сделать. Если это дети младшего возраста, то мы расписываем уже готовые модели, которые изготовили заранее. И четвертый этап. На четвертом этапе мы фотографируем работы и обзамбляем электронную выставку. На этом этапе дети могут творить и, конечно, создать свою выставку. Если у нас нет доступа в интернет, то мы создаем просто презентацию детских работ. Ну, как я уже говорила, что участниками могут быть не только дети, а разная возрастная категория. Мероприятие рассчитано на 90 минут и разработано в современном формате, что позволяет нам привлечь большое количество молодежи. Я гража проекта «Приволжение федерального округа». Сейчас наш проект реализуется в основном в Саратовской области. И несколько раз мы выезжали за его пределы в Ульяновскую область. Значит, при получении государственного гранта мы планируем расширить географию, улучшить наш проект, усовременить его. Но для того, чтобы наш проект был еще лучше, еще интереснее, красочнее, нам необходимо муфельная печь для обжига глины. Потому что большой нашей проблемой является недолговечность изделий. Особенно вот все детали, которые очень маленькие при перевозе, они просто ломаются. Приходится корректировать, подклеивать. А если глина будет обожженной, она, конечно, не подлежит перелома. Вот, игрушки подкачеванные, да? Еще нам нужны витрины оборудования, потому что перевозят, вот, мы привезли игрушки, разложили их на подставки, на кубики. Негде оформить в виску, потому что мы хотели витрины оборудования, которые могут, мобильные, чтобы перевезли, красивенько оформили, все рассказали, детям все понравилось. Ну, конечно, не только детям. Также наш проект имеет уже достижение, это ежегодное участие ансамбля «Лошкофей» в фестивале «Студенческая весна». И в 2014 году проект был высоко оценен на очном подпусти в городе Ницца во Франции, куда мы возили свои глиняные игрушки и заняли там первое место в прикладном творчестве «Россия и Европа молодая». Все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо.